Приветствую вас, дорогие мои! Сегодня общий расклад отношения с родом. Дело в том, что осень у нас это время работы с предками, а весна у нас время работы с будущими поколениями. Поэтому пока у нас идет осень, мы с вами, особенно в преддверии Велесовой ночи, мы с вами будем прорабатывать отношения с нашим родом для того, чтобы эту энергетику, потому что род – это не то, что непосредственно какие-то люди, жившие когда-то, являющиеся нам кровными родственниками. Это, конечно же, в первую очередь энергии, которые сохраняются в общем эгрегоре рода. И либо мы их задействуем себе на помощь, если мы их призываем, либо мы ничего о них не знаем и ничего не задействуем. Итак, расклад общий, напоминаю. Личный расклад вы можете заказать, обратившись на WhatsApp вайбер в описании. Есть номер телефона через сообщение. Шесть позиций. Шесть позиций. Итак, отношения ваши, отношения с родом. Ваши отношения с родом. Первая позиция у нас рассматривает отношения ваши к вашему роду. Каково ваше отношение к вашему роду? По карте Семь Пентаклей, тут идет разговор о том, что вы готовы работать. Готовы работать с энергиями. Хотели бы и готовы. И если вы активно начнете продвигаться в этой сфере, узнавать больше практики проработки с родом, делать медитации на воссоединение с родом, у вас это будет успешно получаться. То есть ваше отношение к роду, ведь человек сидит и денежку прибивает к той лавочке, на которой он сидит. То есть прорабатывает ценности тех энергий, которые посылает род. То есть вы готовы взять все самое лучшее, все самое ценное, что готов предоставить вам род. Для этого нужно, конечно же, с ним работать и к нему обращаться. Вторая позиция у нас отношения рода к вам. Давайте смотреть. Отношения рода вашего рода, отношения к вам. Смотрите, как круто! Смотрите, как круто! Я не удивляюсь, что здесь у нас пошли Пентакли. Карта 6 Пентаклей. Смотрите, готов давать. В виде вот этого человека в красной одежде стоит эгрегор вашего рода. Видите, с одной стороны весы говорит о том, что насколько вы готовы пополнять энергиями положительными свой род, настолько род готов откликнуться и щедро делиться с вами теми ценными энергиями, которыми род помнит про вас. Он знает о том, что вам нужно, что вы стремитесь к равновесию с энергиями, вступить с энергиями рода и готов вас щедро наделять тем лучшим. Вы знаете, тут даже можно прорабатывать какие-то финансовые энергии по поводу обращения с родом тем, кто меня сейчас смотрит. Я напоминаю, что даже общий расклад, если вы на него попали, это все не случайно. Это все не случайно. То есть, если у вас сложное материальное положение, начинайте прорабатывать отношения с родом. И обязательно, если смотрят девушки, девочки, идет проработка в первую очередь с отцовской веткой. Именно с отца начинаем. С благодарности. Да, тут разговор о том, что если будете благодарны, прорабатывать правильно. Если меня смотрят мальчики, то именно начинают прорабатывать с материнской ветки свой род. Третья позиция. В чем сила рода вопрошающего? В чем сила вашего рода? Давайте смотреть. Очень интересная позиция. В чем же сила вашего рода? Опять пентакли. Тут разговор идет о том, что в вашем роду очень сильные мужчины способны делиться и брать на себя ответственность именно за какие-то семейные ценности, семейные традиции. То есть, здесь о чем разговор? То, что спрашивайте у старших родственников, какие у вас были семейные традиции и их возрастайте. Если эти традиции связаны с денежками, ну, допустим, бывают такие ритуалы, в четверг под скотерку на кухню положить 10 рублей на растущей луне, для того, чтобы была прибыль, было благополучие в этом доме. Ну, это я так уж просто, так немножко в сторону ушла. Да, сила рода по карте рыцарь пентакли говорит о том, что в вашем роду люди были, превалируют энергии тех людей, которые готовы защищать семейные ценности, готовы за них. Рыцарь это человек, который борется, да, готовы за них бороться и готовы вам посылать эту энергию для того, чтобы вы за семейные ценности боролись, их возрождали. Я еще раз говорю, поищите, повспоминайте, может быть, когда-то, когда вы были ребенком, какие-то практики проводились, да, может быть, в один и тот же день навещали захоронение могилы предков, да, с каким-то там посланием, с каким-то просьбой, с каким-то подношением. Это все ваше, это все нужно продолжать и передавать своим детям. Четвертая позиция, в чем слабость вашего рода? Это тоже надо знать, в чем слабость вашего рода? Король Пентакли, смотрите, как интересно, слабость рода, то, что у вас мало уважения к старшим, да, к старшим. И еще просматривается по Король Пентакли, все-таки Король Пентакли – это личность такая жидноватая, да, скупость, скупость. Поэтому, несмотря на то, что, смотрите, у нас одни Пентакли, все разговор о ценностях, о ценностях семейных, родовых и непосредственно, конечно, о каких-то материальных ценностях. Так вот, слабость вашего рода, то, что в вашем роду, ну, были люди меркотильные, были люди, которые жадничали, да, вот. И если у вас имеются такие черты, то их нужно искоренять, их нужно у себя прорабатывать, да, и в первую очередь, конечно, через благодарность к роду и через любовь ко вселенной. Пятая позиция. Какова основная задача, поставленная родом перед вами, перед вопрошающим? Двигаться вперед по карте Колесница, двигаться успешно, двигаться активно, продвигать энергии рода. Смотрите, опять желтый фон, да, продвигать энергии рода, наращивать карты Колесница, у нас говорит о движении, да. Здесь у нас едет мужчина на Колеснице в карете, то есть вообще мужчина, так скажем, да, давайте, ну, скажем, такой небедный, да. Видите, у него такая крутая Колесница, и у него вот два таких сфинкса, его они везут. То есть мужчина едет к успеху, да, то есть прорабатывайте, прорабатывайте свой успех, энергии которого будут накапливаться в энергиях рода. Не тормозитесь на каких-то мелочах, да, не зацикливайтесь. Если у вас вот имеются, ну, конечно же, они у всех имеются какие-то негативные, да, черты характера, разговор о том, что нужно прорабатывать их стремительно и не бегать по кругу. То есть другими словами, грубо говоря, не наступать на одни и те же грабли, потому что у вас в роду, вот особенно по отцовской линии, да, тут превалирует скупость. Скупость, может быть, где-то равнодушие, может быть, где-то просматривается нежелание делиться, делиться временем, энергией, деньгами и, конечно же, благодарностью. Поэтому, поэтому, любовью, да, тоже здесь просматривается, поэтому вот на эти аспекты своего поведения обязательно обращаем внимание и стараемся стремительно это проработать, не бегаем, как белка в колесе по кругу. То есть задача на вас, возложенная вашим родом, ускоренно, ускоренно прорабатывать, очень серьезно, кстати, задача, это довольно трудно сделать, ускоренно прорабатывать негативные позиции, которые имеются в роду. То есть скупость, неблагодарность, скряжество такое какое-то, да, жадность. Шестая позиция, что надо сделать, чтобы выполнить эти задачи. Очень интересная позиция, что надо сделать, чтобы выполнить эти задачи, да, как вы должны это делать. Ого, ого, выпадает карта император, разговор о том, что вы должны полностью брать на себя ответственность за свою жизнь, потому что император, он несет ответственность, да, за тех, кто у него в подчинении, да. Брать ответственность на себя за свою семью, тут, конечно же, больше, больше расклад идет по энергиям для мужчин. Но для девчонок тоже нормально, то есть разговор о том, что любить, почитать, да, старших мужчин. И здесь у нас идет как раз разговор о проработке отношений с отцом в первую очередь. То есть через позицию отца, через отцовскую ветку мы начинаем благодарить. А вы знали, что душа ребенка в семью, в род приходит через отца? То есть мужчина является носителем на момент зачатия, да, вот той составляющей души, которая должна войти в будущего младенца. Что душа приходит с мужчиной, поэтому очень много, очень много зависит именно от мужчины. И поэтому почитать мужчин, предков своего рода, и это очень важно. Это очень важно и брать на себя ответственность за свою жизнь. Вот по карте император именно так вы должны выполнять эту задачу. То есть не лениться, отстаивать те ценности и прорабатывать те негативные моменты, которые имели место быть. В раскладе шесть позиций, но я хочу достать седьмую карту, как карту совета, да, для вас, вот вашего рода. Совет. Любите, 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 смотрите, туз, чаш, у вас есть все в этой жизни для того, чтобы любить. Любите эту жизнь. Любовь – начало всего. Любовь – это язык вселенной. Любовь – это та энергия, которая спасает от разрушения и род, и человека. Вы знали, что даже рак лечится любовью. Для этого есть специальные практики, при помощи которых прорабатываются раковые опухоли. Так вот, вам ваш род прям кричит, советует, наполняйте себя любовью, делайте практики на наполнение. Вот знаете, даже вам сейчас в раскладе скажу такую простую практику, ну, например, для тех, кто водит машину, да, вы садитесь за руль, перед тем, как вот вы открыли, вы мысленно, сами для себя решили, что это будет за энергия, какого цвета, как она будет выглядеть, наполнили энергией любви свой автомобиль, вы никогда не попадете в аварию. Даже если вы ездите на общественном транспорте, летите на самолете, вы, поднимаясь по трапу самолета или стоя на остановке и виде, как автобус, проходите, вы уже начинаете визуализировать и наполнять энергиями. Пусть это будут розовые переливающиеся, пусть это будут голубые перламутровые, пусть это будет белый сверкающий свет с блесками, да, у каждого свое понятие, наполняйте. Вот транспорт этой любовью, и вы никогда не попадете в аварию, поэтому это вот об этом, вот эта карта, это об этом, она вам советует. Наполняйте любовью все, что вы можете себе представить, что можно наполнить любовью. Наполняйте любовью в первую очередь себя, свое пространство, наполняйте любовью свой род. Я вам искренне желаю всего самого лучшего. Подписывайтесь, кто не подписан. Пока-пока.